Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем канале. Я после достаточно длительной паузы решил вновь здесь на YouTube появиться. Пауза была вызвана не то, чтобы я не хочу чего-то снимать, какие-то ролики. Идей у меня очень много, но у меня совершенно нет времени на их реализацию, что очень много работы. Этот канал у меня исключительно хоббийный, он не коммерческий у меня, поэтому я с него не кормлюсь. Поэтому здесь ролики будут выходить в той регулярности, с какой у меня будет появляться время для этого. Но за эти два года существования канала мне поступило очень много вопросов по поводу электрорубанков. Потому что, если кто мой канал раньше не видел, можете посмотреть, у меня больше 10 точно роликов снято по электрическим рубанкам. Поэтому вопросов было очень много. И в комментариях еще больше вопросов мне пишут прямо напрямую, в ВКонтакте, в моей группе, в личными сообщениями пишут. Но я не могу всем физически ответить, поэтому уж не обижайтесь. Просто нет времени, я не консультант, чтобы всех консультировать. Но тем не менее, вопросов очень много. И эти вопросы очень часто одни и те же, просто они дублируются. Поэтому я решил снять вот этот ролик и собрать 10 самых распространенных вопросов, которыми поступали. Я сделал такой список этих вопросов. И сейчас на эти вопросы я постараюсь ответить на свое личное мнение по поводу самых разных аспектов, связанных с электрорубанками. Это видео предназначено для совсем новичков, людей, у которых еще нет инструмента, только хотят купить его, только его где-то видели даже на картинках, или только купили инструмент и думают, что этот инструмент из себя представляет, и каковы его возможности. Вот для этих людей я этот ролик не снял. И еще один момент. На вопросы уровня, какой купить мне рубанок, какого бренда, или какую мне модель такую, купить модель или такую модель, я на эти вопросы не отвечаю. У меня есть свои личные, конечно, определенные предпочтения. Я могу только свою позицию высказать. Я против дешевых, совсем дешевых инструментов. Потому что, ну, по крайней мере, вот в электрорубанках абсолютно точно эти самые дешевые инструменты, они, я считаю, что это просто выкинутые деньги на ветер. Я сторонник, ну, инструментов хотя бы от какого-то серьезного, более-менее производителя. Потому что совсем дешевые инструменты, я не видел ни разу, чтобы они давали хорошие, приемлемые, ну, скажем так, столярного качества, какой-то струк. Ровный, по-настоящему. Я не видел таких инструментов. Ну что ж, начнем. Итак, вопрос номер один. Какой рубанок лучше купить с лезвием 82 мм или 110 мм? Ну, вопрос риторический. Трудно тут, наверное, советовать, но, тем не менее, вот мое мнение такое будет, что 82 мм это гораздо более универсальный инструмент. Сейчас поясню почему. Во-первых, он легче. Работать им легче. То есть, на каком-то промежутке времени у вас рука не будет так сильно уставать от работы с ним, потому что он банально просто легче, удобнее. Более комфортно им работать. Рубанок на 82 мм, ножи. Более его, гораздо более распространены и не так дороги, как на рубанке 110 мм. Ну и плюс сами все рубанки, их намного больше выбор на 82 мм, чем на 110 мм. Для чего имеет смысл покупать рубанок 110 мм? Предположим, у вас большой объем, предположим, брусов там с сечением 100 на 100 мм. Тогда да, их у вас много, там несколько кубометров. Имеет смысл тогда да, покупать такой электрический рубанок на 110 мм, чтобы одним проходом, без всяких боковых порогов, пройти и сделать достаточно хорошую поверхность. Тогда да. А вот в остальных случаях имеет смысл покупать рубанок на 82 мм. Просто потому, что он универсален и дешевле, и ножи более распространены. И он просто банально легче, им просто комфортнее работать. Все-таки рубанок на 110 мм, он более узкоспециален. Вопрос номер два. Как сильно должен нагреваться рубанок и греются ли дорогие рубанки? Ну, такой достаточно удивительный вопрос. Ну, это, видимо, кто, у кого не было каких-то там дорогих рубанков, греют все рубанки абсолютно и достаточно сильно греются. Весь вопрос тут в том, какую температуру может выдержать рубанок. Тут надо понимать, конечно, что хороший, добротный брендовый инструмент, он конструктивно сделан, конечно, лучше какого-то дешевого китайца. Просто в силу более продуманной конструкции и в силу того, что применяются лучшие материалы. Хотя в последнее время тоже вопросов много к этим самым применяемым материалам, подшипникам и так далее. Но, тем не менее, все равно, скажем так, если нагревается до температуры 70 градусов рубанок, то шанс выйти из строя у дешевого рубанка гораздо выше, чем у рубанка брендового. Потому что он просто эту самую температуру будет хорошо держать. Естественно, тут все зависит еще от температуры окружающей среды. Если больше 30 и плюс, то греются очень быстро все рубанки, очень быстро. И нужно просто давать им отдыхать. Хоть какой он там, будет брендовый, не брендовый, в любом случае нужно давать отдыхать. Если строгать на солнце, то когда работа прекращена, нужно просто класть его в тень, что там в тенечке лежало. Просто надо давать отдыхать инструменту. А греются все, конечно. Вопрос номер 3. Можно ли использовать рубанок для точного острогания или он предназначен только для грубого острогивания? Я знаю, что есть такое распространенное мнение у некоторых столяров, особенно станочников, что рубанок это некий такой инструмент грубый для какой-то такой предварительной острожки. Что-то вот такое вот, такое несколько пренебрежительное к нему отношение есть, что он не годится в столярной работе. Ну давайте просто перевернем рубанок, посмотрим как он устроен. Если мы его перевернем, мы абсолютно четко понимаем, что это фактически является таким же фуганком. То есть у него есть подающий стол, принимающий стол и строгальный вал с ножами. Вот этот самый подающий стол, он с изменяемой высотой относительно вот этих двух вещей. То есть абсолютно такой же фуганок в перевернутом виде. То есть фактически по факту рубанок это мини-фуганок, только в перевернутом виде. И поэтому этот самый рубанок очень часто используют, я в частности использую в перевернутом виде. Только я люблю строгать на боку, у меня есть для этого определенные свои обоснования. Вот, очень многие строгают вот именно так и используют его просто как фуганок. Только он в уменьшенном размере. И для небольших деталей это очень удобно. Фактически здесь все упирается только в размер, в размер и в ширине ножей. Вот, и поэтому все требования, которые идут к фуганку, они абсолютно справедливы и к рубанку. То есть это ровные столы, правильно выстроенные ножи. И эти столы должны быть параллельны друг другу при изменении глубины строгания. Они всегда должны быть параллельны друг другу. Вне зависимости от того, насколько будет выставлена глубина строгания. То есть то, что к фуганку справедливо, то же самое справедливо к рубанку. Поэтому рубанкам можно получать очень хорошие результаты, что в принципе я доказываю там в своих работах и в своих видео. Вопрос номер 4. Как правильно выставить ножи? Ножи правильно выставить так же, как и на фуганке. Все то же самое. То есть в самой верхней точке вот эти ножи должны быть точно на одной линии с вот этой платформой, с задней. То есть это, ну, можно проверять самыми различными способами. То есть вот в этой точке, в самой верхней, они должны едва касаться, ну, предположим, вот этой линейки. Касаться здесь, касаться здесь и касаться здесь. Тогда ножи будут на одной линии, не будет никаких порожков и строгание будет хорошим, правильным. С учетом только, естественно, что есть еще и параллельно платформу другую. Ну, об этом, в общем-то, можете посмотреть. Другие мои видео там в плейлисте есть. Ножи должны быть на одной линии с вот этой задней платформой. Это обязательное условие правильно выставленных ножей. А как их выставлять? Здесь разные конструкции, крепежи у рубанков достаточно, как бы, ну, в принципе, идей в основном две основные. Но, тем не менее, там иногда конструктивно отличаются. Но надо научиться просто их выставлять на одной линии с вот этой платформы. Дальше. Можно ли обойтись дешевым рубанком на первое время, а потом уже купить рубанок получше? Вот если вы хотите мое мнение, то, предположим, купив вот этот рубанок, вы даже просто не будете иметь представления о том, как может вообще строгать рубанк. И поэтому, наверное, еще у многих возникает вот такое мнение, что рубанок это какой-то недоинструмент. И в столярке вот его совсем нельзя применять. Просто вот это просто, на самом деле, вот эту штуку надо просто взять и выкинуть. Она у меня вот хранится. Я им не пользуюсь много лет уже вообще. Потому что ничего хорошего из него не получается. Он настолько убогий по своему конструктиву. Он просто является производителем у меня стружки. Все. О какой серьезной работе им разговор просто не идет. Поэтому я советую сразу подкопить немножечко денег и купить более-менее приличный инструмент. И не вестись на какие-то цены, на какие-то вот совсем уже дешевые бренды. А он только визуально будет похож на рубанок. По сути дела он ничего хорошего не даст. Мое мнение такое. Я уже, в общем-то, рассказывал про это все в предыдущих своих видео. Поэтому лучше просто не выкидывать деньги на ветер. Вот это вот, вот эта покупка и просто выкинутые деньги на ветер. Дальше. Насколько важно наличие функции выборки четверти в электрокубанках? Ну, тут смотрите, какое дело. Если вы не очень, скажем так, привилегливый пользователь, и у вас нет фрезера, то, наверное, такая функция имеет смысл и важна. Но, как бы, можно добиться достаточно неплохого качества выборки четверти или фальцев в определенных условиях. Но, опять-таки, это при наличии, в общем-то, хорошего рубанка. Честно говоря, какими-то плохими рубанками я четверть не выбирал никогда, не знаю. Но, в любом случае, там очень много зависит уже от того, скажем так, дровнет у вас, рука не дровнет. Ну, от всяких таких вот моментов. Все-таки четверть и фальцы нужно выбирать фрезером. Это будет намного точнее. Но, если у вас эта работа совсем эпизодическая и сильно каких-то там у вас требований по точности нет, то вполне можно, да, выбрать. Но, опять-таки, непонятно, как дешевые рубанки будут это выбирать. Честно говоря, не знаю. Ни разу не пробовал. Но, все-таки, я думаю, что функция выборки четверти, это вот, ну, скажем так, чтобы она была. Все-таки, всерьез я ее как-то не воспринимаю. Я пробовал, но, не более того, в работе я никогда ее не использую. И дальше вопрос, собственно говоря, можно сказать, в продолжении этого. Это боковой упор. Нужен ли он и для чего? Ну, по сути дела, боковой упор нужен в каком случае? Если нам, у нас есть, предположим, доска, и нам нужно создать 90 градусов между базой, скажем так, какой-то с одной стороны или с другой, и вот этим торцем. В таком случае здесь ставится боковой упор. Он прижимается вот к этой базе. Ну, фактически, получается фуганок, опять-таки, только в перевернутом виде. И прижимая вот этой вот самой базой, к базе вот этим боковым упором, здесь получается 90 градусов у нас. Но, я вот видел на дешевых рубанках, эти боковые упоры, они очень маленькие. Они настолько хлипкие, ходуном все ходят. 90 градусов у них ни у кого нет. Все руками гнется, отгинается. Да, у хороших рубанков тут все солидно сделано. Они мощные такие, вот эти боковые упоры. Никуда не гнутся, не гуляют. И реально получается 90 градусов здесь. У дешевых рубанков вот этих 90 градусов, не знаю, получится. Нет, я не пробовал, не знаю. Вот к нему, например, не помню, был вообще боковой упор или нет, по-моему, и нет. Ну, я и не пробовал ни разу. А так вот он нужен вам фактически боковой упор для того, чтобы выдержать здесь 90 градусов. В остальных случаях, ну, не знаю, в общем-то, для чего можно еще его применять. Дальше вопрос. Какие ножи выгоднее использовать? ХСС или Т-Сити? То есть, ну, ножи из быстроревающей стали или ножи твердосплавной? Ну, вопрос сложный на самом деле, потому что, ну, приблизительная стоимость ножей твердосплавных это примерно как двое или трое ножей из быстроревающей стали. И здесь, в принципе, наверное, получается тошно-тош. Здесь скорее нужно понимать, что если у вас, например, очень много дуба, то тут не надо, конечно, экономить. Надо покупать ножи из твердого сплава. Потому что на твердой древесине все-таки ножи из ХСС, из быстроревающей стали, они будут достаточно быстро выходить. Быстро тупиться. Вот. Но если вы строгаете очень много сосны, то, конечно, наверное, выгоднее имеет смысл покупать ножи ХСС. Потому что они просто... Ну, они просто выгоднее получатся, на мой взгляд, чем твердосплавки. Они дешевле, и, в принципе, везде есть. Купить их достаточно просто. Тут все зависит от того, какой древесиной вы будете. А так, в принципе, по цене, ну, наверное, то, что на то же будет получаться. Скажем так, при количестве там простроганных метров. Если взять цену и взять количество, сколько вы прострогали. Будет примерно одинаково. Вопрос номер 9. Рубанок дает после прохода дугу. Что делать? Очень тоже распространенный вопрос. Поясню. Значит, после того, как происходит строгание рубанка, два, там, три прохода. Здесь получается вот такая дуга. Я утрированно, конечно, показываю. Она не такая сильная. Но если приложить две детали, они будут вот так ходуном ходить друг относительно другу. Вот так. Будет такая дуга. Либо есть еще один вариант, наоборот, вогнутый стопой. Здесь все зависит от того, насколько вот эти платформы параллельны друг другу в разных положениях. И от того, как выставлены ножи. Про то, как выставить ножи, я уже говорил в вопросе номер 4. Про параллельность есть видео. Там очень я подробно это все. Эту тему все, можно сказать, обсасывал. Очень долго даже. Сейчас еще поясню. Значит, наши платформы должны быть параллельны друг другу. Смотрите. Если они в нулевом положении, на одной линии, они должны быть во всех линиях, на одной абсолютной линии, без всяких перекосов. Если мы ставим, например, 1 миллиметр, то вот эта вот платформа должна смещаться вниз на 1 миллиметр, в этой точке, в этой точке, в этой точке и в этой точке, на 1 миллиметр. Относительно вот этой. То есть они должны быть абсолютно параллельны. На 2 миллиметра, значит на 2 миллиметра она уходит. Никаких перекосов быть не должно. Таких, 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 любых. Вот только в таком случае вы получите хороший ровный результат. Вот электрофлбанк. Во всех остальных случаях будут всяко разные косяки. Всяко разные. Завалы, вправо, влево, дуги, вогнутости и так далее. Все зависит от того, насколько будут, как будут кривые относительно друг друга вот эти две платформы. Здесь вот просто катастрофическая ситуация. Не знаю, будет видно, нет. Тут здесь вот просвет просто чудовищный. Вот на этом рубанке. Поэтому серьез его, не знаю, видно, нет, на видео будет. Здесь вот просто просвет вот примерно миллиметр вот здесь вот. Поэтому просто с этим рубанком невозможно работать. Ничего хорошего из него просто не получается. Вот почему получается дуга. И последний вопрос. Значит, как часто надо менять ножи и как понять, что они затупились? Ну, в принципе, достаточно простое. Значит, ну, во-первых, визуальный осмотр. Вот здесь вот ножи, они завальцованные. У них вот эта режущая кромка, если сравнить новые ножи, просто вытащить нож, если одной стороной он используется. Одной стороной, посмотреть, какая новая, и сразу видно, у него вот эта кромка завальцовывается. Дальше появляются всякие разные заусенцы на нем, вмятинки и так далее, и так далее. То есть нож завальцовывается. И просто даже вот так вот проведя пальцем, сразу чувствуется, что вот эта кромка, она завальцованная, она не острая. То есть она как бы не цепляет за кожу. А при вот этих субъективных ощущениях, ну, падают обороты на двигателе, могут прижоги там какие-то появляться, и уже вместо стружки появляется такой вой очень неприятный. Как бы когда рубанок с остроноточенными ножами, он достаточно ровно идет. А когда он с тупыми ножами, вой такой появляется при работе им. И вместо стружки начинает пыль всякого рода лететь. Вот тогда, значит, уже ножи надо менять. Ну, желательно менять их, как только эти признаки начинают появляться, сразу их менять. Потому что дальше ножи очень быстро начинают с прогрессии тупиться все сильнее и сильнее. Вот примерно 10 вопросов я ответил на них. На самом деле их намного больше. Оставляйте комментарии. Если я увижу, что видео пользуется какой-то популярностью, я сниму тогда дальше. Еще вот эти вопросы буду рассматривать. Остальные и другие еще какие-то вопросы пишите. Вот если будет там 2-3 вопроса от разных людей на одну и ту же тему, вот я это все как бы тогда сниму, как будет время. И то же самое, если, например, там по каким-то эксцентриковым машинам, там по ленточным машинам, там по фрезерам, по каким еще инструментам тоже будут какие-то вопросы, тоже пишите, я буду смотреть. Потому что тоже они копятся, но не так много их просто у меня, как по рубанкам, потому что их очень много по рубанкам было. Ну и тоже как бы, наверное, дам, сделаю такое видео, как будет время на это все дело. Вот, ну, наверное, все. Спасибо за внимание. И удачный вам как бы выбор инструментов и удачно им поработать.